Снаряженным магазином он 5,5 килограммов весит. А в нем в пустом сколько? В пустом 3,5 без магазина, но еще сам пустой магазин там сколько-то весит. А это какого года он у вас? Это производство 43-го года, охолощенный. Сейчас он в пустом. Значит, он стреляет, вот это он в ручке, одиночными передвигаешь вперед, автоматическими. Ну, у него очень большая, ее называли метла Сталина. Вот все говорят, там немецкая армия, немецкая армия. В немецкой армии автоматы были только у офицеров, там у членов экипажей танка, у эсэсовцев. А у нас уже к 43-му году целые роты автоматчиков были. Подержи, Саша. А, и все, да? Вот, да, замена. А говорят, они один к другому магазин не подходили. Да, дело в том, что вот и выпускался автомат, к нему притачивали. Дело в том, что так как он мог делаться в простом производстве, конечно, погрешность, точность изготовления была, ну, гуляла. Поэтому к каждому автомату вручную подгонялось три барабана. Вот это посадочное гнездо. Три. То есть, один шел с ним, второй, два других носилось на подсумках. А как это у друга, получается, не возьмешь, да, барабан? Ну, может подойти, но может и не подойти. А сколько барабан вообще патронов? Сколько у них? 71 патрон. Конечно, снаряжать его только перед боем. Во время боя ты его не снарядишь. Вот он. Вот он почти полностью снаряженный. Тут немножко не хватает где-то процентов. Ну, 65, может быть, 60 патронов. А как это происходит? Что надо крутить? Ничего не надо. Ничего крутить не надо. На ленте, на кружине. Нет, на ленте. Он подпружинен, он сам подталкивает. Этот вылетает, завтра вы видите. Но к 43-му году уже перешли на Рожковые магазины. Ну, как у Калашникова. Чтобы быстрее снаряжать и быстрее. Да, он, конечно, может быть, тратится. Но можно на колени снаряжать, потому что вот это на колени не зарядишь. Вот смотрите. Ствол заканчивается в воду, где правильно? Да. Пламя-хочителя здесь нет. Нет. Ну, пламя-хочителями, вот этот зазор между кожухом является пламя-хочителем, считается. А как он разбирается вообще? Да он разбирается, да. Вот, вспомнил. А, ну, то есть, разбирается просто. Да, да, но он поэтому тут разбирается на 5 частей, вот, разборных, таких руками разбирающихся. Не, он просто не так часто им пользуется, что уже до автоматизма, так, конечно, где-то раз. А где их, вот, их же очень много сделали, а не потом, куда после войны делись вообще? Ну, нет, волосы, на складах хранились и хранятся, часть отдавались союзникам, там, во Вьетнам, ну, ими воевали. Дело в том, что уже мы от них избавились в 47-м году, как автомат Калашников изобрели. Ну, есть фирмы, прям, которые занимаются охолощиванием, то есть, на нее паспорт, сертификат, то есть, это, как бы, купить, конечно, может любой 18-летний, ну, достигший совершеннолетний.